Во что деваться – дело сугубо личное, но приходя в магазины, большинство покупателей, конечно же, обращают внимание на приемлемые цены. Как работают в условиях растущей конкуренции местные производители одежды? Подробности прямо сейчас. Это постоянная гонка за модой. Стильная одежда в магазинах не залеживается. Многие покупатели голосуют рублем за яркие цвета, современные модели и по-прежнему за практичность. Однодневный ширпотреб не проходит. Эта трикотажная мануфактура пользуется особым спросом. В швейном цеху Чебоксарского завода работа кипит. Предприятие было удостоено престижной награды – золотого знака «Звезда качества». Грамотный маркетинг позволил производителям одежды развить свою торговую сеть. Наше предприятие насчитывает федеральную сеть, прозничную, на территории Чуваши и Самарской области. И Нижегородской области – это домашний, бельевой и спортивный ассортимент. В планах у предпринимателей – выпуск и линейки одежды для малышей. Спрос на эту продукцию большой. Мало кто занимается производством этого очень трудоемкого изделия. Мы будем представлять эту продукцию не только оптом, как наши, например, конкуренты, а мы будем ее представлять уже в своей розничной сети. Но в этом бизнесе главное не прогадать. Невостребованная продукция принесет большие убытки. Все должно получаться с первого раза. И кроме этого мы должны производить очень красивую и достаточно недорогую продукцию. Благодаря тому, что мы уже давно работаем с определенными поставщиками, полотна, ниток, которые напрямую поставляют нам свою продукцию и отличаются своей ценой и качеством, мы уже зарекомендовали себя на рынке, производство трикотажных изделий. И на сегодняшний момент мы уже занимаемся разработкой летних коллекций для того, чтобы своевременно и радовать своих покупателей без опоздания прихода сезона. Большие возможности для малого бизнеса открываются в рамках национального проекта. Среди ключевых мер поддержки субъектов МСП – льготные займы. С каждым годом ставка кредитов уменьшается. В приоритете – инвестиционные проекты. Мы внесли ряд изменений в программу льготного кредитования по ставке 8,5%. Увеличили размер кредитов на инвестиционные цели, расширили перечень приоритетных отраслей, включили туда и торговлю, и общий ПИД. Мы можем принять и другие дополнительные меры, дать коммерческим банкам возможность рефинансировать ранее выданные кредиты по рыночным ставкам, чтобы предприятия могли все-таки активнее эти кредиты брать. Только с начала года по программе льготного кредитования бизнеса российским предпринимателям было выдано более 300 миллиардов. За счет микрозаймов с пониженной ставкой сфера МСП в республике развивается быстрыми темпами. Благодаря поддержке, значит, агентству по поддержке малого бизнеса мы в этом году расширили свою географию. Мы открыли в Нижнем Новгороде новый склад и три розничных магазина. Мы взяли два займа – 2,3 миллиона. Это были самые лучшие предложения для нашего предприятия. Во-вторых, благодаря их помощи мы на сегодняшний момент запустили несколько новых коллекций. Для нас это впервые под новым брендом. И также благодаря их помощи мы прошли сертификацию. Спрос на микрозаймы для развития малого и среднего бизнеса в республике растет. По льготной ставке предприниматели могут взять до 5 миллионов рублей. У нас достаточно много организаций получало различные виды финансовой поддержки. Это предприятия из сферы производства, из сферы услуг. Это как мелкие бизнесы, у которых среднесписочная численность буквально 5-7 человек. Так и крупные бизнесы, у которых численность доходит до 200 человек. Повторюсь, это различные сферы. Это и сельское хозяйство, это и производство, это и металлообработка, деревообработка. То есть различные сферы абсолютно и услуги. Также торговля есть в нашем спектре поддерживаемых предприятий. Но ее доля невелика. В основном мы делаем акцент, конечно, на производственных предприятиях, экспортно-ориентированных предприятиях и организациях, которые занимаются инновациями. С начала деятельности, это 2009 год, мы предоставили микрозаймов на сумму более 2,5 миллиардов рублей. Более чем 4,5 тысяч субъектов МСП. То есть это у нас наиболее востребованные формы поддержки. Предприятиям, как я уже говорил, в основном требуются финансы для развития, для инвестиций. Только в республике в рамках национального проекта господдержка будет оказана каждому четвертому субъекту МСП. Благодаря принятым мерам количество занятых в малом и среднем бизнесе увеличится до 200 тысяч человек. Субтитры подогнал «Симон»